Всем привет! Продолжаю делать самодельные вальцы. В этой серии займусь изготовлением привода. Я задумал сделать электропривод, хотя советует ручной много кто. Если электропривод будет неудобен, всегда можно приспособить вот эту шестерню куда-нибудь вот сюда. Например, сделать здесь отверстие, сделать вал и крутить ручкой, как шарманкой, так сказать, вручную. То есть никогда не поздно. Хочется сделать с электродвигателем. Вот я уже разобрал. В мастерской у нас тут был такой мотор. Оказался, ребята, новеньким, абсолютно новым. Вот тут зип к нему лежал внутри в бумажке. Даже шпонка есть. О, вот она. Но подшипники здесь, конечно, интересные. Вот что самое интересное, что он беззазорный. Нет никакого люфта. Ни здесь, ни здесь. А этот даже подклинивает немножко. О, пожалуйста, видите? Здесь я уже немножко пшикал растворителем и его растворил. Почему они беззазорные? Видимо, потому что с большим натягом натянуты на вал. Это обычные подшипники. В общем, нужно сделать ревизию здесь. Также нужно сделать ревизию вот этому чудо-редуктору. Сейчас я вам покажу, что там у него внутри. Вот видите, какая роскошь. По-моему, кто-то сюда нагадил. Редуктор 1 к 20. Ну, нужно все разбирать, смотреть, вымывать всю старую смазку. И заполнять новой. Смогу наконец-таки воспользоваться подарками, присланными компанией ВМП авто. Эта компания производит смазки у нас в стране. Мне нужно смазать подшипники. Чем же воспользоваться? Есть вот такая высокотемпературная. Я думаю, это не надо. И есть вот такая густая смазка. Тут нарисованы подшипники. Ей я и воспользуюсь. Вот такого красного цвета. Хорошо все-таки, когда такие вещи идут в дело. Они лежат, не пылятся на полках. Хорошенько очистил все это дело. Выяснилось, что вот этот подшипник с жутким натягом на валу сидит. Я надеюсь, что более-менее какой-то выбег у двигателя все-таки будет. Смазка очень тягучая. Обратите внимание, какие длинные оставляет шлейфы. Собрал двигатель и подключил его на стенд. Как вы видите, здесь 100 герц. Тестировать будем на 100 герцах? Вот так он запускается. Торможение, запуск, торможение. Как видим, прекрасно все работает. Вообще, он должен работать на 50 герцах и выдавать 3000 оборотов. Также их можно уменьшать до минимума. Если вам интересно, дорогие друзья, я могу этот двигатель протестировать и показать, какие же максимальные он обороты может выдать. Так что ставьте лайк этому видео. И в следующем видео я попробую протестировать его на максимум. Например, на 200 герцах. Это должно будет быть 12000 оборотов. Как видели, на 100 герцах он легко работает. Теперь ревизируем редуктор. Для начала нужно его разобрать и промыть от этой каки. Разобрал до такого состояния. Здесь уже дальше не буду разбирать, потому что непонятно, как выпрессовывать эту шестерню. Чтобы ничего не повредить, просто вымою в таком состоянии все это дело. При зачистке шабером начал оказаться, что этот редуктор самодельный. Видите, места сварки? То есть он весь сваренный из листов. Приварены вот эти фланцы. Это просто жесть какая-то. То есть устройство будет полностью самодельное, кроме электродвигателя. Внутри редуктора я нашел очередную турбину и решил попробовать, как она работает. Заодно разработаются подшипники, а работает она, как видите, просто потрясающе. Даже так работает, оказывается. Вот такой вот интересный редуктор получится. Нужно набить теперь сюда смазки. И редуктор можно будет соединять с движком и монтировать на раму. Смотрим, как налазит. Налазит весьма и весьма неплохо. Приходится даже прогревать, чтобы налазило с натягом, скажем так. Видите, пошло. Алюминий расширяется гораздо больше, чем сталь при одном и том же нагреве. Поэтому его удобно использовать при такого рода деталях. Без нагрева эта втулка не налазит на вал. Теперь нужно сделать оправку, чтобы сделать соосно с вон тем отверстием. Потому что оно немножко меньше. И оно будет насаживаться на вал двигателя. После остывания она уже будет довольно жестко здесь сидеть. Друзья, все вроде бы очень и очень. Даже неплохо получается. Поставил двигатель. Все работает. Сейчас работает на 50 герцах. Если сделать поменьше, то работает потише. Смотрим, с какой скоростью идет подача. Как вы видите, не быстро и не медленно. Если добавить, если на 50 герц, то есть если бесчастотная, то скорость такая. Оп. Раз. И в обратную сторону. Два. Как вы понимаете, скоро испытания. Но прежде чем прийти к испытаниям, нужно сделать ящичек. Короче, много чего нужно сделать. Сделаю снизу подиум из ценных пород древесины. Куда встрою тумблер. Есть еще одна задумка по поводу съема вот этой части. Чтобы можно было длинные тоненькие трубочки вытаскивать готовые. Шпон дерева под дуб, друзья. Будем шпонировать. Это место нужно вырезать. Закрепляю заготовку тиски. Погнали! Закрепляю заготовку тиски. Закрепляю заготовку тиски. Погнали! Закрепляю заготовку тиски. Вот такой получается цвет после покрывания маслом. Пришлось приложить весьма много усилий, чтобы закончить этот проект. Но вот вальцы полностью готовы. Я уже даже подключил электрику. Подключил его на мой частотник. И мы можем попробовать, как они работают. Валы крутятся. Здесь добавил крутилки, которые регулируют зазор между основными вальцами, которые затягивают лист. Можно теперь вот так вот натягивать либо ослаблять. Здесь сделал подставку. Основная ее функция, чтобы получить доступ к вот этим двум болтам. Эти болты можно выкручивать. Срывать ключом. Вот так. Откручивать и снимать вот эту часть. Это нужно для того, если будет согнут толстый лист в маленькую трубочку малого диаметра. И нужно будет его снять, не разгибая сам лист. Вот поближе, как это все выглядит. Закрепил двигатель таким вот интересным способом. Снизу колон прикручено на болты. Ну а здесь на фланец, потому что двигатель фланц. Основная задача этого инструмента загибать вот такие либо подобные листы в трубочку. Лист правда немного кривой. Посмотрим, что получится. Сделали заход. Теперь этим валом можно добавить нужный радиус. И делать вот так. Раз. Еще проход. На этот раз можно добавить. Я думаю, что еще раз-два и будет готово. Я думаю, что еще раз-два и будет готово. Вот что можно сделать с помощью таких вальцев. Теперь можно сварить здесь и будет труба. Также открылись еще одни немаловажные способности. Можно плющить здесь мягкие металлы. Пробуем расплющить проволоку. Пошел процесс. Мне удавалось расплющить за несколько проходов. Там проходов за 5 до 0,2 миллиметров. Вот имеем такого сечения проволоку теперь. Так она широкая, а так узкая. Максимум, что мне удалось согнуть, это вот такой лист стальной. На всю ширину вальцев. И толщина его 1,2 миллиметра. То есть довольно-таки толстый стальной лист. Попытка разогнуть этот лист. Главное, чтобы не засосало пальцы. Вот как-то так. Надо научиться концы еще обрабатывать по-нормальному. Потому что не всегда получается. С каждым проходом оно все лучше и лучше. Вот так, друзья, можно катать туда-сюда. Как загибать, так и разгибать металл. Загибает тоже лихо. Немножко. Вот так за один проход. Двигатель стоит 3000. То есть на 50 герцах он выдает 3000 оборотов в минуту. Редуктор понижает на 20 это дело. И здесь еще на 4. То есть редуктор в общем целом в 80 раз понижает обороты и в 80 раз повышает крутящий момент. Испытания показывались на частоте 38 герц. То есть на 38 герцах он выдает такую скорость загиба листа. На этом, дорогие друзья, все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание. И всем пока!